здравствуйте мои дорогие друзья сегодня будет видео про готовые работы их у меня не очень много и начать хотела бы я вот с этого свитера этот свитер я вязала на себя он простой из пряжи alizella на gold fine с горлом резинка на горле вот такая вот то есть здесь один на один я закрывала дальше 2 на 2 с другой стороны вот такой аран ну кто вяжет из этой пряжи тот прекрасно знает что пряжа замечательная ее можно стирать в машинке с ней абсолютно ничего не происходит цвет этот такой на камере он осветляется но он такой знаете как морская волна очень красивый аран этот и спереди эти фантазийные полоски я покажу отдельно на ю тубе как их вязать это будут отдельные уроки у меня ну получился вот такой замечательный свитер я его уже носила сбоку здесь имитация шва рукава здесь в точные я вязала их отдельно и втачивал потому что хотела связать методом как ложной притачки как он называется этот метод я его постоянно забываю вы знаете пряжа тонкая мне не понравилось какие-то дырочки появились что-то но что-то не то поэтому я сделала классические рукава они мне получили замечательные я их втачала и все свитер очень очень хороший дальше следующая моя готовая работа это аксессуары которые я связала себе и моей дочери начнем с того что я связала себе я связала себе вот такой снуд и шапочку шапочка ну это это вариация как я уже говорила узора гречка или путанка кстати вариация шапки и вариация снуда немного отличаются этот экспериментировала поэтому здесь немного один узор на шапке немного другой на снуде он двухсторонний второй стороны тоже можно использовать и мне кажется она тоже неплохо смотрится даже похоже в чем-то на крючок наверное такая такой вот комплект у меня замечательный мне он очень понравился мягкий связан из пряжи lima drops я его тоже кстати постирала в машинке с ним абсолютно ничего не произошло на режиме шерсти у кого нет то деликатная стирка тоже пойдет замечательно не сел не растянулся ничего пряжа очень хорошая следующий комплект аксессуаров которые хотела бы показать это вот такая шапочка у нас такая замечательная шапка с косами ребенок косы выбирал сам она увидела косы в журнале и сказала что хочет именно такую шапку хочешь значит будет суд мы сделали просто косами без резинок он очень теплый очень мягкий не колется абсолютно очень комфортно носить ребенок уже носила у нас уже достаточно холодно вот такой замечательный розовый с таким большим бубоном комплект у нас получился советую всем пряжа замечательный единственное что вот этот узор он очень мало растягивается поэтому если будете вязать учтите это что а практически не тянется следующий комплект аксессуаров которые бы тоже хотела показать это вот такой снут у нас вот такая шапка тоже ребенку и вот такие замечательные варежки которые с пальчиками они вот здесь вот отстегиваются одеваются так вот ребенок попросила специально чтобы можно было телефон брать руками вот у нас вот такие вот варежки шапка тоже классная но единственное вот этот вот рисунок видите он очень сильно тянется спицы кстати были вот на этих двух шапках одинаковые кубики номер 4 но вот именно вот эта шапка она даже на меня налазит а вот эта шапка она на меня не лезет абсолютно я ее одеть не могу поэтому тоже такая замечательная шапочка рисунок тоже абсолютно универсальный я думаю он подойдет как мальчикам так и девочкам то есть в принципе можно и тем и другим снудик снуд тоже замечательный широкий такой классный мне понравился и варежки вот это все мои готовые работы на сегодня за прошлый месяц единственное конечно мое достижение это мой свитер потому что я его вязала не знаю уже больше чем полгода он у меня был готов но рукава рукава все никак не могла приступить к рукава потому что рукава для меня это всегда больная тема сейчас у меня много чего есть в работе думаю что в следующем месяце я что-нибудь все таки еще закончу и обязательно вам покажу потому что в работе у меня большие проекты у меня мужская толстовка у меня детский полувер в школу ребенку я хочу еще один начать проект это мне девушка посоветовала связать свитер либо полосками либо неровными квадратами из цветной пряжи нет из пряжи разных цветов мне на самом деле эта идея очень понравилась я хочу себе или мужу начать вязать свитер неравномерными полосками я такое видела в интернете он был черно серый у меня он будет видимо цветной вот поэтому проектов много все буду показывать все буду если будет вам интересно смотрите на сегодня все это все мои готовые работы спасибо за внимание до встречи и основи не не Продолжение следует...